Ильчин Сафарли Я чувствовал в себе некую энергию, некий голос, который подталкивал меня на то, чтобы беседовать с людьми, узнавать их историю, слышать их истории, а потом их рассказывать. Почему, для чего вы спросите? Потому что каждый из нас в истории своего ближнего может найти ответ на свой вопрос. Все раскрывается, ну очень много, если не все, во взаимодействии. И взаимодействие для меня до сих пор очень важно с людьми, с моими читателями. С 12 лет Ильчин писал статьи в молодежных газетах и журналах, отучился на журналисты и работал на телевидении. А в 2008 году вышла его первая книга «Сладкая соль Босфора». Пишу и пытаюсь передавать истории, которые я слышу. Безусловно, я и в это вкладываю самого себя тоже, потому что вне зависимости от возраста, вне зависимости от пола и вероисповедания национальности, нас всех по миру беспокоят одни и те же вещи. Одиночество, раскрытие потенциала, любовь, нелюбовь, движение и отсутствие движения. Все, на самом деле, все самое одинаковое. Просто мы говорим на разных языках, но об одном. Сейчас наш герой живет в Стамбуле, в районе, в котором почти не бывает туристов. Ему необходимо уединение, чтобы осмыслить все, что происходит в его жизни. У него есть свои традиции, о которых он нам рассказал. Утро – это всегда пробежки. Это традиционная покупка кунжутного бублика каждое утро. Называется он «Симит», и это очень вкусно. Затем я иду домой, мы все завтракаем, а потом каждый все разбегается по своим делам. У меня есть еще ежедневные какие-то дела в городе, но большая часть работы, конечно, проходит за лэптопом. К сожалению, я вам вынужден это сказать, потому что очень тяжело находиться в замкнутом помещении, за лэптопом, когда за окном море, когда плюс 20 градусов. У нас в Стамбуле почти не бывает зимы. И меня зовет город. Мне зовет город, потому что меня зовут эти истории, разные образы. Но я понимаю то, что писатель, как сказал Толстой, должен воспитывать в себе железный зад. Да, так и есть на самом деле. Вот воспитываем вот эту дисциплину. О своей семье Ильчин рассказывать не любит. Считает, что нужно разделять работу и личное пространство. Это очень важно, когда ты становишься публичным человеком, рассказал он. Я просыпаюсь, я понимаю, что я проживаю счастливую жизнь. И я бы совершенно искренне вам говорю, прожил бы ее со всеми минусами, со всеми падениями, взлетами точно так же. Я очень люблю свою жизнь. Я люблю себя в этой жизни. Я люблю, как я выгляжу, как я говорю, на каком языке я говорю с миром. Мне это очень важно. Потому что только когда ты сможешь полюбить и принять себя, только тогда ты сможешь и полюбить ближнего. Всем ценителям его творчества и нашим телезрителям Ильчин пожелал достичь того счастья, о котором мечтается, которое рисует воображение и никогда не соглашаться на меньшее. Тогда желаемое станет явным и счастью не будет предела. Он это знает точно.